Десятки квартир Тюмени оказались затопленными с приходом весны. Всему виной таяние снега на крышах. Некоторые кровли, несмотря на проведение текущего ремонта, протекают. А капитальные работы по графику только через несколько лет. Но выход есть. Евгения Зубцова убедилась, что спасение утопающих в руках самих утопающих. Через нас, получается, мы топим еще и засеи. Это следы последнего потопа в квартире Валентина, он часто случается. Здесь ущерб – 18 тысяч рублей, подсчитал независимый эксперт. Заливать квартиру начало три года назад. Хозяин жилья судился с управляющей компанией, а те только раз оплатили расходы на ремонт. Ущерб – это сам между крышей балкона и фасадом дома. Из-за этого протекает. На наш взгляд, что обслуживающая организация в свое время не сделала ремонт кровли и крыши балкона. Главный инженер управляющей компании объясняет, текущий ремонт кровли они сделали еще три года назад. В него входит, как правило, заделывание трещин, промазывание швов. Но результаты такой работы не вечны. Вот и случаются снова потопы в квартирах верхних этажей. В осенний период произошло просто затопление балкона верхнего этажа. На данный момент тоже ремонтные работы выполнены. Хотя еще у нас ноль минус идет. Это при том, что дом совсем молодой, ему 11 лет. Такой застройщик разводят руками в управляющей компании. Фирма давно обанкротилась и теперь не с кого спросить. По идее, необходимо капитально ремонтировать кровлю. А ближайшая реконструкция – через 16 лет. Есть выход сейчас, невзирая на то, что с вас взимаются сборы в фонд капитального ремонта, собрать дополнительные деньги, сделать за полтора миллиона и просто даже сэкономить на этом. Выход только один. А если уже плоская кровля потекла, ну, она, сами понимаете, она и будет дальше течь. Делать реконструкцию раньше положенного времени закон не запрещает, но это нужно решать на общем собрании. В Тюмени есть такой опыт, то есть 4 дома к нам обратились, в основном это теплообменники. И мы приняли положительное решение о проведении зачета стоимости. По зачету стоимости собственники освобождаются от сбора денег на капремонт на определенное время. Но здесь жители пошли другим путем – обратились в прокуратуру. Они хотят засудить управляющую компанию, ведь от сырости в квартире стали часто болеть дети. Евгения Супцова, Сергей Жернаков, Тюменское время.